МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Татьяны Трофимова. Сегодня в нашем выпуске. Генеральная уборка. Начинается весенний экологический месячник. Как посеешь, так и пожнешь. Сельхозтехника проходит осмотр. Волшебное закулисье. В Чебоксарах стартовал фестиваль школьных творческих коллективов. В Республике Данстарт традиционному экологическому месячнику фронт работ наметили на совещании в Доме правительства. Какую пользу в наведении порядка могут принести жители? И как власти региона планируют бороться с теми, кто выбрасывает мусор в неположенных местах? Подробности у Дмитрия Ковалева. Эти кадры были сняты неделю назад. Тающий снег обнажил свалку строительного мусора в охранной зоне. Глава Республики отметил, что если территорию не приведут в порядок в ближайшие дни, то за работу примется региональный оператор по обращению с коммунальными отходами. А нарушителям выставят счет. Человека установили под кучу правоохранительного органа для того, чтобы до конца ситуации разобраться. В целом эти стихийные свалки, конечно, по городу есть. Привлечь надо к ответственности, хотя камеры везде есть в фиксации. Хорошо, что выявили. Одну машину я раз свалил, другую машину свалил. Но кто-то же видел все равно. Просто люди молчат, не дают эти сигналы. Но большинство жителей следят за порядком на улицах. Михаил Игнатьев отметил, что в регионе с каждым годом увеличивается количество участников экологических акций. Массовые субботники в муниципалитетах начнутся до 15 апреля. Это культура наша должна быть. Она улучшается с каждым днем. Мусор, который даже собирается, его надо еще ввозить своевременно. Иначе будут потом те мешки там разрывают, потом все это разлетается опять, потом по новой надо убирать. В ближайшие недели предстоит масштабная работа. Очистка улиц, парков, прибрежных полос, водоемов и закладка новых аллей. 12 апреля запланирован массовый экологический месячник на Верхней Волжской набережной. Выявляем несанкционированные свалки. Работа будет продолжена. Спасибо. Вельниковский рощи там порядок держите, нет? Там сейчас ворошат снег. По мере схода снега уборка производится разовым мусором. Снег сходит, мусор надо убирать. Бутылки, бумаги разные. Все надо вычищать. Навести порядок на улицах необходимо. До майских праздников отметил глава региона. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Чебоксарская команда стала призером всероссийского проекта «Минифутбол в школу». Юные спортсмены вернулись из Москвы с бронзовой медалью. О своем пути к педесталу почета ребята рассказали главе «Чувашии». Далее подробнее. Мы любим спорт. Спорт – это мы. Спорт – это норма жизни. Ура! Пока еще не звезды футбола, но уже пример для своих одноклассников. Школьная команда из Чебоксар прошла по-настоящему непростой отбор. Тренер юношей говорит, что выход в финальный этап висел на волоске. Но помогла верная тактика. На последних минутах на поле вышел вратарь. И за 15 секунд до конца забил не решающий гол, а сравнял игру. Счет 2-2. И матч перешел в серию пенальти. И вот как раз мы их по пенальти обошли. Ваня там тоже отразил. Можно сказать, героем там у нас хороший такой. Иван Захаров и действительно стал героем турнира. По итогам игр его признали лучшим вратарем. Старался, чтобы нам гордились родители, нам гордилась школа. В пенальти же нам очень повезло. Я поймал два удара. Позиция была очень убойная. 5 метров там. Очень было сложно сориентироваться. Так Иван рассказывает про игру за бронзовые медали. Школьники из Чубоксар взяли верх над сильнейшим противником командой из Таврополя. Все команды равны. Все были сильными. И хотели быть первыми. Я считаю, что нам помогла сплоченность, поддержка родных. В 61-й школе футболом увлекаются и девушки. В этом году женская команда стала дебютантом турнира и получила путевку на окружной этап. Я думаю, что у них все впереди. Сейчас у нас занимается где-то 200 ребятишек футболом. У нас есть футбольное поле со специальным покрытием. Ну, все, что от нас зависит, максимально мы предоставляем условия для занятия не только футболом. У нас и волейбол культивируется. Глава региона отметил, что развитие футбола – приоритетная задача. Только в прошлом году в муниципалитетах для тренировок обустроили 10 современных площадок. Призерам всероссийского турнира помогут купить новую экипировку. Когда вот такие результаты есть на федеральном уровне, все жители Чувашии радуются за вас. И практически это показатель вот этой командной работы, которая у вас есть. Потому что не одним годом это получается. Нужно стараться стремиться. Приятный бонус к медалям и кубку – памятные часы от главы региона. Впереди у ребят плотный график тренировок и экзамены. В учебном процессе даже для чемпионов не делают поблажек. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Борис Андреев. Республика. Готовь трактор зимой. Обрабатывать поля выйдет только проверенная техника. Осмотр во всех районах республики проводит Гостехнадзор. Сегодня специалисты работали в Красноармейском районе. Наричие дымности определяется расходом воздуха. Значит, по показаниям данного трактора, если расход воздуха меньше 42, показания очень хорошие. Если, значит, менее 42, должно быть 2,7, тут 0,2 только. Дымомером определяют уровень загрязнения. Люфтомером измеряют отклонения в градусах руля и колес. Технику осматривают по полной – от выхлопной трубы до фар. Наша задача – проверить состояние техники, соответствие удостоверения тракториста-машиниста, техническое состояние, оснащение противопожарной безопасности и медицинскими средствами, аптечками. Парк тракторов агрофирмы «Таябинка» – 22 единицы. Общая мощность на всех – 3200 лошадиных сил. Впервые в поля в этом году выйдет новенький американский трактор. Остальных же железных коней подлатали зимой. Тогда же купили горючее и удобрения. Горючее и машинные материалы все были приобретены еще зимой. В настоящее время у нас около 75 тонн горючего. Также приобрели для проведения пассивных работ минеральные удобрения около 900 тонн различных удобрений демофос, камселитра, серосодержащие удобрения. Основной фронт работы для тракторов – посев картофеля. Однако агрофирмы экспериментируют и с техническими культурами – рапсом и горчицей, которые поставляют по России и за рубеж. Техника всю весну и лето должна работать как часы, а поломки свести к минимуму. Таких больших недостатков нету. Лампочки. Один трактор не завелся, там АКБ надо поменять, аккумулятор. Новый уже привезли. Сейчас вот поменяли уже в течение пяти минут. Полностью трактора, которые осматривались, к севу готовы. Вспахать и засеять этим железным работягам придется 6000 гектаров земли. А это 30% от всех земель Красноармейского района. Красноармейский район – это сельскохозяйственный район. Мы планируем на 15 тысяч гектарах провести работу. Здесь отрадно уже 5000 гектаров. Осенний сев мы произвели на 5000 гектарах. Значит, весенний сев надо делать еще на 10 тысяч гектарах. На сегодняшний день у нас 11 хозяйств, которые готовы. Плюс к этим еще 28 фермеров. Значит, техника во всех хозяйствах готовы. Люди готовы. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Приговором Чебоксарского районного суда бывший начальник очистных сооружений ОАО «Чувашский бройлер» признан виновным в загрязнении поверхностных вод, которое повлекло массовую гибель рыбы. Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Следствием и судом установлено, что с февраля по июнь прошлого года в Чебоксарском районе он, являясь ответственным за вверенный ему участок работы, достоверно знал, что бетонные перегородки пометохранилищ этого предприятия разрушены, а их герметичность нарушена и они переполнены. В связи с этим имелся риск перелива пометных стоков на рельеф местности, однако никаких мер по бесперебойной очистке источных вод, организации ремонтных работ указанных сооружений и вывозу птичьего помета он не предпринимал. В результате в июне прошлого года из них произошел перелив помета источных вод с превышением в несколько раз предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ на рельеф местности, а затем в реку Рыкшу. Это повлекло массовую гибель рыбы, чем причинен ущерб на общую сумму более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Кроме того, открытое акционерное общество «Чувашский бройлер» также привлечено как к административной, так и к гражданскоправовой ответственности за выявленные нарушения экологического законодательства. Пока приговор суда еще не вступил в законную силу. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой. Приговор суда еще не вступил в законную силу. В столице Чувашии стартовал городской фестиваль под названием «Магия театра». Лучшие театральные коллективы, общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования распахнули свои двери для всех желающих. Общее знакомство состоялось сегодня во Дворце детского творчества. Они разные, эти театры. Своя концепция, свой репертуар, свой актерский состав. Творческая атмосфера с самого порога. А в мраморном зале развернулась «Велком-зона» – театральная кухня. Все за кулисье, как на ладони. Театральные реквизиты, костюмы, актерские гримерные. Можно не только посмотреть, потрогать, но и попробовать себя в роли начинающего актера. «Зритель в театре может побывать в разных мирах, в сказках, может даже на разных планетах». А на сцене играют ученики 4-го лицея, 46-й, 5-й, гимназий, театр-студия «Зеркало». Всего 9 театральных коллективов после отборочного этапа вышли в финал. Для них театр – любимое увлечение. «Приходите к нам в театр, вам не скучно будет в нем, потому что мы – актеры, лишь для публики живем». Праздник не бывает без будней. Для того, чтобы получить в награду аплодисменты зрителей, нужно многому учиться. «В течение месяца у ребят пройдут еще мастер-классы, встречи с известными артистами, режиссерами, художественными и театральными деятелями, со студентами училища культуры и института культуры. В рамках профориентации. И, конечно же, ребята много узнают о наших известных артистах, таких как Надежда Павлова, наша балерина, Вера Кузьмина и многих других театральных деятелей». Фестиваль продолжится до 24 апреля. Ученица седьмого класса Чебоксарской школы номер 53 поставила рекорд страны по счету. Это достижение групповое. Вместе с Анной Басовой еще семь ребят с разных уголков страны попали в Книгу рекордов России. Поздравить чемпионку выехала наша съемочная группа. Так быстро и точно Аня научилась считать за полтора года занятий ментальной арифметикой. Основывается она на воображении с применением японских счетов абакус. «Отличаются счеты тем, что в каждом столбике здесь всего пять косточек. Косточки снизу, называются земными косточками, они равносильны единичке. То есть каждая косточка – это единичка. Один, два, например. А косточка сверху, это небесная косточка, она равна пяти. Пяти единичкам. Сразу. То есть эти счеты, с одной стороны, логически сложнее, чем наши советские счеты, а с другой стороны, их легче представить себе воображение». Сначала дети обучаются на настольных счетах, а затем передвигают их воображение. Это и позволяет считать очень быстро. Рекорд страны, который поставила Аня, групповой. Восемь ребят со всех уголков страны одновременно должны были решить сто примеров. Справились они за рекордное время – четыре десятых секунды. «Я представляю воображаемые счеты, косточки и передвигаю их воображение. Я очень долго тренировалась, много. Когда мама с бабой ходили гулять, я в это время сидела и считала примеры». Овладеть теорией быстрого счета может каждый, но чтобы стать чемпионом, одних навыков недостаточно. «Чтобы посчитать так, как Аня, нужно, конечно же, очень много заниматься, но и нужен еще и талант, способности к этому. Аня очень целеустремленная, усердная, внимательная. Она стремится всегда выполнить задание полностью. В общем, твердо идет к цели». Цель у Ани есть. Она собирается стать программистом, а пока продолжает заниматься математикой и мечтает попасть в книгу рекордов Гиннесса. Ольга Алексеева, Валерий Редюков, Республика. Наша штангистка Александра Козлова вошла в состав сборной команды России по тяжелой атлетике. Спортсменки выступят на чемпионате Европы, который стартует уже в эту субботу в Грузии. Национальную сборную на нем представят 20 российских тяжелых атлетов. Для уроженки Ядринского района Александра Козлова это будет первое участие во взрослом чемпионате Европы. В октябре прошлого года на первенстве Европы среди юниоров до 23 лет подопечная Геннадия Иванова по сумме двоеборья получила серебряную медаль весовой категории до 63 килограмм. В ее копилке также есть золото первенства Европы среди юниоров до 21 года. Его Александра завоевала в 2017 году в Албании. Отметим, последний раз российские тяжелые атлеты выступали на чемпионате Европы в 2017 году. Тогда в хорватском сплите сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее интересная информация. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Встречаем весну ярко. Плащи, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей. Широкий размерный ряд. На ярмарке Ермак обновился ассортимент верхней одежды. Более 5000 именований курток, ветровок, пальто и плащей. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Здесь такое количество стильной одежды, что выбрать что-то одно очень сложно. В магазине первый раз, поэтому мне все интересно посмотреть. Я смотрю, выбор большой и цветовая гамма такая интересная. Вот сейчас поднем посмотрим и может быть что-нибудь выберем. Мы хотим на весну что-то, чтобы светлое было, весеннее, радостное. Вот поэтому пришли сюда. Самые актуальные цвета – горчичный, винный, бирюза, оливковый. Стильные короткие куртки для активного отдыха, удлиненные для дам всех возрастов. Сюда приехали, увидели, что весенний ассортимент, куртки хорошие. Вот и выбрала я себе хорошую куртку, подходящую. Расположение магазина мне устраивает, удобно. И с установки недалеко тут, рядом. Понравилось. Не забыли и про мужчин. Коллекция мужской одежды занимает здесь добрую половину магазина. Продавцы-консультанты всегда готовы помочь в выборе. Предложат модели на любой вкус и по самым демократичным ценам. У нас цены идут оптовые от производителей от 2000 рублей. Наш магазин работает ежедневно без выходных с 10 до 20.00, по воскресеньям до 18.00. Ярмарка «Ермак» расположена в Чубаксарах по адресу Максима Горького, 49. Приходите, выберите понравившийся вариант и будьте в тренде весной 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова